Продолжение следует... Поблагодарить организаторов за приглашение и сказать, что, конечно, вопрос за контролем на поверку оказался довольно-таки сложный и, наверное, до конца разработан. Итак, что у нас вообще есть из таблетированных средств? Экран вид на демонстрацию мою вид, да? Да, да, да. Да. Значит, что у нас есть? У нас есть несколько групп препаратов, которые мы часто и назначаем, и любим назначать, которые пациенты получают фактически дома. И, конечно, они требуют контроля в процессе. Это у нас, это цитостатики. Таблетированы у нас есть тамзоламид, венеральбин, ламустин, этапозит и циклофосфамид, капицитабин и фторофор. Это различные мультикиназные ингибиторы, такие как серафениба, судентениба, пацапониба, окситениба, линвотениба и другие группы, все из которых имеют одно из своих диагенных препаратов. Это препараты, направленные на ингибиторы МТОР, и они же являются сильными иммуносупрессантами, что откладывает отпечаток на их механизм действия. Это группа препаратов, использующихся вместе в брафе-мекингибиторы, и две группы, партингибиторы и ингибиторы КСДК-4,6, которые, наверное, последними вошли из качественных препаратов в реальную клиническую практику. Цвета на этой схеме я тоже подобрал не случайно, потому что эти цвета отражают общность в некоторых нежелательных явлениях препаратов. Как мы, например, знаем, что основной мишенью цитостатиков является гематологическая токсичность, хотя многие из этих таблетированных препаратов ей не обладают, и в метрономных режимах они минимально токсичны, часто наблюзначаются, так, тем не менее, эта токсичность у них одна из ведущих. И очень похожей токсичностью и риском кровотечения, и риском инфекционных осложнений обладают партингибиторы, СДК-4 ингибиторы. Эверолимус тоже препарат не столь гематологический, сколь инфекционно-токсичный, можно так сказать. Другая группа осложнений, блок осложнений – это мультикиназные ингибиторы, которые очень часто взаимодействуют с артериальным давлением и с кардиотоксичностью. А для некоторых еще типовыми являются и пульмониты. И третья группа – брафи-мейкингибиторы. Из-за особенностей их токсичности, помимо того, что все эти группы указаны на препаратах, они влияют и на печень, и на состояние ЖКТ, у них еще есть параллельно кожаная токсичность, и у них есть токсичность, которая как раз требует наблюдения. Это кардиотоксичность и нарушение со стороны сетчатки, что случается нечасто, но что, тем не менее, не должно опускаться. Итак, для чего мы вообще проводим наблюдения? Мы хотим знать, что лечение эффективно, мы хотим знать, что лечение безопасно. Что касается эффективности лечения, для таблетированных препаратов все довольно-таки просто. Мы можем ориентироваться на систему РЕЦИСТ, которая говорит нам, что примерно каждые 8 недель, плюс-минус 2 недели, мы должны оценивать эффект лечения. Это особенно важно в начале лечения, где риск неэффективности, наверное, максимальный, где сразу отсеиваются пациенты с первичной резистентностью, поэтому не надо пациенту отпускать надолго, на 3-4 месяца, как оно бывает. Да, при позднем наблюдении, если пациент долго получает терапию, например, это второй, третий, четвертый год лечения, мы можем удлинить интервалы и делать оценку эффекта, особенно если нет никаких клинических признаков прогрессирования, реже. Но это все равно раз в 3 месяца, вряд ли реже. Что касается оценки безопасности терапии, здесь все гораздо сложнее, потому что у нас по факту нет в закрепленных рекомендациях частот обязательного наблюдения за больными. У нас много разных методов лечения, хотя я тут написал, что нет общепринятых методов наблюдения, это значит, что у нас есть несколько методов, и никто не знает, какой из них лучше. Есть понимание, что наблюдать надо, нет понимания, как именно наблюдать. И здесь может быть много ответов с правильным решением. И поскольку в рекомендациях, даже в европейских, для некоторых типов токсичности есть некий вакуум для таблетивных препаратов, мы постарались у себя среди наших экспертов провести такой опрос и составить некие, ну что ли, рекомендации или таблицы такую, которые поможут нам сориентироваться, как часто вообще мы должны видеть пациента. Ну, во-первых, мы должны достаточно регулярно смотреть, потому что очень многие признаки нежелательных явлений мы увидим на осмотре. Мы будем расспрашивать пациента, мы будем предупреждать пациента о необходимых, о возможностях, нежелательных явлениях. И нам надо регулярно получать эту информацию. Если мы получили какие-то факторы, которые требуют нам дополнительного обследования, мы, безусловно, должны инициировать это дополнительное обследование. И для того, чтобы сделать это своевременно, нам надо наблюдать пациентов регулярно. В большинстве случаев достаточно видеть пациента раз в месяц. Для цитостатиков можно и нужно видеть пациента каждый цикл терапии, если этот цикл меньше одного месяца. Хотя это будет либо раз в три, либо раз в четыре недели. Что касается анализов крови, то здесь для клинический, биохимический анализ крови имеются в виду. Что для антиангиогенных препаратов, что для BRAF-ингибиторов. В принципе, частоты оценки раз в месяц стандартных показателей будет вполне достаточно. Для цитостатиков это должно быть чаще. Но здесь, опять-таки, какие препараты мы используем и в каком режиме. Если это режимы метрономной терапии, где низкий доз цитостатиков, низкий риск ожидаемой гематологической токсичности, можно это делать достаточно редко, раз в четыре недели, раз в месяц. То есть перед каждым визитом. Если это препараты полноценной химиотерапии, например, тот же тамозоламид таблетированный, наверное, надо делать это чаще. Но, опять-таки, пациенты могут долго получать терапию. Мы знаем, что пациенты хорошо переносят, эти риски не реализуются. Мы можем уредить частоту наблюдения. То же самое касается потенциально гематологически токсичных мторингибитров, парпингибитров, ЦДК-4 ингибитров. И здесь, и как предстостатик, мы боимся инфекции. Здесь же могут быть фибрильные нетрепения. Об этом надо помнить. Кроме того, и парпы, и ЦДК-4 ингибитры, и некоторые цитостатики, такие, как, например, производные нейтрозом очевидно, они чреваты тромбоцитопениями. Соответственно, у нас могут быть геморрагические осложнения, поздние геморрагические осложнения. Мы об этом должны помнить. Мы должны своевременно и вовремя посылать пациентов и знать, что мы будем делать с этими гематологическими осложнениями. Потому что на поверку на местах оказывается, что, например, я сам наблюдал историю, когда в регионе пациентка, как раз она получала ингибитор ЦДК-4-6, у нее была тромбоцитопения 10, и ее врач совершенно спокойно послал по месту жительства гематологу брать направление, потом идти к гематологу записываться на плановый прием, после чего будет решено, а нужно ли ей переливание тромбоцитов или нет. Хотя у нее уровень тромбоцитов по анализу 10, он уже лежит, этот результат, перед врачом. Поэтому здесь надо помнить, что у препарата с высоким риском диалогических осложнений надо видеть пациентов чаще. Кардиотоксичность и, соответственно, выполнение КГ и ФВЛЖ как меры наблюдения за кардиотоксичностью. Актуально для антиангиогенных и брафингибиторов каждые 3 месяца. Что касается цитостатиков в таблетированных формах, у нас нет рекомендаций, как часто это делать. Мы знаем, что это надо делать. Скорее всего, мы будем это делать при факторах риска, о которых я скажу чуть позже. Но не более того. На что обращать внимание? Для антиангиогенных препаратов ключевым вопросом является давление и своевременность его изменения пациентам. Это несложно сделать. Устроить на сегодняшний день многое. Важно, чтобы пациент озаботился этим. И тогда мы будем своевременно реагировать на изменение артериального давления и на его коррекцию. Брафингибиторы. Конечно, надо обратить внимание пациентов на состояние и зрения, и кожи. Если с осмотрами окулиста, например, в клинических исследованиях рекомендации были то раз в месяц, то раз в три месяца, то в рутинной клинической практике, наверное, можно опираться на симптомы, потому что в нашем опыте все случаи, которые были связаны с каким-то нарушением со стороны сетчатки, проявлялись клинически. Пациенты прекрасно нам об этом говорили. И, в общем-то, на внеплановых осмотрах мы это тоже видели. Изменения зрения достаточно быстро позволяют заподозрить это. Со стороны кожи тоже брафингибиторы дают очень выраженные сыпи, пациенты сильно пугаются. Чтобы они не так пугались и не привести к каким-то состояниям безысходности, как рассказывали на предыдущем докладе, надо предупредить, что такое может быть, что с этим делать, и как бы своевременно к кому обратиться. Цитостатики. Обращаем внимание на признаки инфекционных осложнений, лихорадки, фибрилля, нейтропения, признаки геморрагических осложнений. Иммунтор ингибиторы также актуальны контроль за давлением и контроль за пульмонитом. Парк ЦДК-4 ингибиторы – это преимущественные инфекционные геморрагические осложнения, к которым надо обратить внимание, помимо всего прочего. Что касается отдельной кардиотоксичности, то здесь может быть использован риск адаптированный мониторинг. Во всех рекомендациях очень хорошо указано, как производить мониторинг в тех случаях, когда получает пациент герцептин или антрациклин. А вот во всех остальных случаях формулировки достаточно расплывчатые. Когда мы можем ожидать риск осложнения? Риск гипертонии считается высоким при индексе массива тела больше 25 кг на квадратный метр у людей старше 60 лет или наличие прегипертонии. Риск нарушения сократительной способности миокарда при фракции выброса меньше 50%. Риск шимического повреждения миокарда при уже существующей ишемической болезни сердца. Это подчеркивает важность анамнеза и, соответственно, у этих пациентов мы можем чаще назначать стандартное обследование для оценки соответствующих нежелательных явлений. Что я хотел бы уже подчеркнуть и сформулировать такие суммарные пожелания, на что обращать внимание при наблюдении за больным, который в амбулаторных условиях получает весьма серьезный противополевый препарат. Это в первую очередь информировать больного о возможностях нежелательных явлений и чтобы у пациента была инструкция, что делать, если оно случится. Пациент должен это понимать и не должен в том числе и продолжать терапию, если есть какие-то развивающиеся состояния, которые требуют ее отменить. То есть он должен знать, что сделать с терапией, куда обратиться и как это сделать достаточно быстро. На своевременность обращения надо уделять особое внимание, потому что пациенты очень часто просто затягивают, они боятся отмены лечения, они боятся, что вот они сейчас скажут доктору, что у него есть нежелательное явление, их перестанут лечить. Надо, чтобы они понимали, что есть определенный алгоритм, который не влияет на эффективность лечения, чтобы его проводить безопасно и эффективно, он должен соблюдаться. И тогда пациенты совершенно спокойно и очень подробно рассказывают все, что у них случилось, и это позволяет достаточно безопасно и эффективно скорректировать нашу лечебную тактику без потери эффекта, но при сохранении достаточно хорошего качества жизни и низких рисков осложнений. И, конечно, при выявлении нежелательных явлений частоту надо увеличивать. Если мы знаем, что пациенты при плановом анализе появляются признаки гепатотоксичности, не надо его посылать на месяц, надо назначить через неделю, через две контрольный анализ крови, надо подумать, стоит ли это или не стоит назначать какие-то лечебные средства и оценивать уже их эффективность. И при высоком риске проявления различных нежелательных явлений надо существенно адаптировать под этот риск и под пациенты, под возможности практически увеличивать частоту наблюдения за этим пациентом. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok